Так, всё, добиваем долги Бич из США, 220 рублей Спасибо за донат Первый видос посмотрели, второй смотрим У нас пока макляка вообще по копеечным ценам 10 рубчиков за минуту Ну, собственно, спасибо всем, кто читает Описание, на всё подписывается, пишет комменты, ставит лайки Ещё больше, кто заходит на стримы Донатерам самое огромное спасибо Ответ Моисею и Подсосу Фархаду Мудахулину, блядь Лицензия охранника, оплата труда Так, понятно всё Подсос Маклауда Бля, ребят, просто вдумайтесь, вот про Чувак с никнеймом про Это подсос Маклауда Просто вот ебать Это великолепно Ладно, будем смотреть Ну что ж, снова всех дико тотально приветствую Тут вот какое дело Я тут обнагружил, что Моисей глянул мой видос В общем, у него получилось Получилось полтора часа А мой видос там минут восемь Ну, блин, на самом деле Всё мне это лень смотреть Хотя, на самом деле Еды тут много он Выдал, да Мосяка много Жрачки выдал, вкусный Отборный Но смотреть всё это, конечно, не буду Хорошо На фиг надо Я что хочу Это не для тебя было сделано И не для таких, как ты На что хочу обратить внимание ваше Давайте сейчас откроем Вот сейчас Обратите внимание на чан Ну, кстати, да Есть теория о том, что про это сам Маклауд Но не, я в принципе Вполне себе верю в то, что есть реально какой-то человек Такой в мире Не Маклауд Можно его назвать просто Мудахулин Для простоты Фархад Мудахулин Вот Так удобнее Маклауд зарабатывал охранником Там что-то около 27 тысяч Вообще-то 28, блядь, он сейчас скажет Да, или 29 вообще-то Считаю, что это непозволительно высокое ЗП для обычного охранника А 25 для грузчика Это тоже непозволительно высокое Смотря в каком городе Смотря что грузить Смотря сколько работать Зарплата Как бы, ну у нас очень комната Ну почему здесь грузчик? Где говорят про охранника Дорогие, например Что ты снимешь? Ты даже комнату Ничего, блядь, не снимешь Место в хостеле можешь снять себе В этом на 16 коек 200 рублей будет стоить в сутки 6000 в месяц Что нужно снять? На такие деньги С такой зарплатой Про какие-то там авто в кредит И прочее Можно вообще замкнуть Ну, конечно нет Потому что автомобиль Это Не средство передвижения Ну извини А роскошь Да Ну как? Автомобиль это Не роскошь Но Ну, скажем, да Автомобиль это все-таки То, что Себе Должен мочь Позволить Только Человек Ну, который, блядь Работает не охранником Финфлэйр А чем-то поинтереснее Уберен, что у Маклауда Даже лицензии нет Ну что ж Да Вот он пишет Фахат Мудахулин Я уверен, что у Маклауда Даже лицензии нет И сейчас я Развенчаю Порву его, нахуй У меня, блядь, есть лицензия Сейчас он порвет Сейчас, ребята, просто будет зверь Порвался в столе, да? Нашел вот такую штуку Ну это так Просто Ну, паспорт Ты чё? Просто показываю Насчет лицензии Чики-брики Чик-чирик Блядь, я так ногами Сука, блядь Вот как он Как он живет, блядь Ну как? Ну вот Ну самое просто Самая какая-то Вот простая Самая элементарная хуйня Покажи книжку То есть он такой Я его сейчас по рунах А сейчас я его делаю Типа, блядь Просто Самую элементарную вещь Показать какую-то хуйню Блядь, он её Показывает Вверх ногами Блядь Хе-хе-хе-хе-хе-хе IoT Блядь, вот почему у него всё через жопу! Просто, бля... ВСЁ ЧЕРЕЗ ЖОПУ! Как так можно, блядь? Как? Просто... Я не понимаю... Ну за что? Вот что... Почему так? Прошу прощения. Так, свидетельство. Чё там? Да, блядь. Ну, свидетельство какое-то, блядь. Параллель какая-то. И чё? Ну, оно, конечно, уже не действительно, это понятное дело. Ещё и не твоё, наверное. Давно не действительно. Но, тем не менее. Вот что Бладжи вытворящее делает. Бля, какой. Ну, это же не лицензия. Это, блядь, свидетельство, удостоверение, какая-то ещё хуйня. Ну, чё, обосрался, да, громад? Ну, ты как бы и обосрался, блядь. Какую-то, блядь, хуйню показал в экран. Свидетельство, удостоверение, какие-то бумажки, на которых не видно, что это такое, блядь. Стрим подвисает. Ребят, напишите, если у кого-то ещё подвисает. Давайте сейчас быстренько разберёмся с этим. Не-не-не. Ну, короче, если нормально работает, ребят, плюс, пожалуйста, в чат напишите. Я не знаю, может, у кого-то просто лагануло. Ну, как видите, YouTube сейчас, к сожалению, такая вот байда. Ничего-ничего, не, если лагает, пишите. Далее, что я хотел бы ещё отметить. Надеюсь, ничего не забуду, в принципе, посмотрел. Ну, вот так вот, примерно, чё там, Моисей, Мосяка пиздел, короче. Что вот, типа, зачем тебе, почему тебе надо платить больше за тупую работу, за то, что занимаешься тупой хернёй, да? Бесполезно, бесполезно хернёй. За какую-то простую работу, да? Ну, может быть, тяжёлую, но простую, да? Думать же не надо. Да, верно. Вот, в газонах тоже, думать же не надо. Ты же яму просто копаешь, 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 да? Конечно, конечно. Думать не надо, тяжело, тяжело, да? Но думать-то не надо. Мне, на самом деле, вот интересно было бы посмотреть, как бы он стриг кустарники, да? Ну, кусты. Я бы не стал это делать, блядь. Я в рот ебал заниматься тяжёлой работой, которая не требует умственного, блядь, труда. Я предпочитаю делать сложную, простую работу. То есть, то, что сложно, но то, что легко имеется. То есть, блядь, короче, антоним слово сложный, это простой. Антоним слово тяжёлый, это лёгкий. Так вот, Маклауд работает на тяжёлых, простых работах. То есть, тяжело, но, по сути, ничего сложного. То есть, грузчик, охранник, там, кустарники какие-то, хуярники, я не знаю, что угодно. Это всё хуйня. Может быть, он сейчас какие-то кусты рассказывает, что это, типа, не... Как это, блядь, называется? Ну, типа, не так-то просто. То есть, требует ещё какой-то подготовки. Ну, я думаю, что только кусты стрижёт, он, может быть, и получает не 25, а 35, допустим, рублей. Вот. А если меньше, ну, блядь, он зато груз не таскает. А просто сидит, что-то стрижёт, блядь, ножничками, вот так хуйня занимается. То есть, сколько бы не платили чуваку, который стрижёт кусты, это, скорее всего, адекватная цена в любом случае. То есть, адекватная рыночная цена, сколько он стоит, столько ему и платят. Всем, абсолютно всем в России, любой профессии, платят ровно такую зарплату, сколько это, как бы, и должно стоить. Получается вот как-то так. Редко бывают, ну, наверное, бывают какие-то очень странные, очень какие-то непонятно, несправедливые такие штуки, в которых ещё тоже хз, надо поразбираться. То есть, бывает, что действительно там каким-то, я не знаю, ну, просто лютым, каким-то очень там прям нужным редким врачам платят супермало. И это, да, действительно там байда. Вот. С другой стороны, непонятно, как бы, а... Ну, короче, не, ладно, в этом я не буду разбираться. Наверняка есть что-то такое. Но в основном, в основном, рыночек, рыночек прекрасно определяет стоимость, скажем так, того или иного действия, той или иной деятельности. И нужность, редкость и так далее. Вот. И так уж получается, что рыночек меня определяет как, ну, там, более ценного, соответственно, чем, ну, чем вот какие-то вот стандартные такие вот профессии, там, которые перечисляет Маклауд. Вот. Соответственно, не буду я никакие газоны стричь. Естественно, не буду. Подстричь надо, да? Вот как бы он их стричь, не думая. Никак. Мы обучаем голову полностью, берём... Ну, как, блин, я бы обучился, очевидно, то есть, если бы... Да нет, я бы, блядь, я бы в принципе не стал этим заниматься. Просто тупо в принципе не стал бы стричь газоны. Или что там, стричь кусты какие-то, да, он говорит. Ну, по идее, если бы мне было очень надо, мне просто очень надо, я бы, соответственно, каким-то образом прошёл бы обучение. Скорее всего, это, ну, не знаю, ну, месяц, наверное, заниматься, да, то есть, просто купить там какое-то... Или получить где-то оборудование, типа, там, ножницы, там, секатор, я не знаю, перчатки, костюм какой-то. И, соответственно, обучиться просто правильно что-то высекать или отсекать. И, соответственно, ну, и всё. Я не думаю, что чувак, который подстригает кусты... Ну, то есть, ну, так вот именно, просто подстригает их, выравнивает, это ничего сложного. Есть те, кто делает реально скульптуры какие-то из деревьев. Ну, я думаю, они очень многое зарабатывают вполне себе. То есть, если они виртуозы, скажем так, высекания из кустов. Бензопилу, да, пилу берём и начинаем стричь там. Хуякс, хуякс, полкуста нет уже, да, всё, остригли. Ну, не думай. Почему бензопилу-то, блядь? Да, да. На самом деле, мне интересно, как бы он клал газон-то. Тоже не думая, не думая вообще. Там же думать-то не надо, просто хуй, берёшь колон, нахуй, и закидываешь, да, всё, думать. Ну, если туда берут без подготовки, значит, там обучение занимает неделю от силы. А чтобы научиться стримить, как я, я до сих пор, как бы, до конца не научился. То есть, вот, ну, просто, маклауд, давай по-другому попробуем. Вот ты сможешь провести стрим такой же, как у меня. То есть, ты сможешь сделать звук такой же, ты сможешь, чтобы лагов не было, ты сможешь свет так же выставить. Ты сможешь столько зрителей удерживать. Ты смотришь, сможешь, да я не знаю, собрать хотя бы вообще какое-то количество зрителей. Ты сможешь смонтировать хоть один видос, допустим, ты умеешь это делать? То есть, ты можешь повторить, допустим, те видосы, которые мне принесли популярность, там, такие, которые у меня есть. Ты сможешь вообще что-то из этого повторить? Ты можешь записать один, предположим, всю песню вообще, целиком, всю аранжировку сделать. То есть, ну, написать минус, записать голоса, всё свести, обработать, сделать, и чтобы получился готовый трек. Ну, боюсь, что нет. Дальше что? Не надо ничего, просто кладём как есть, нахуй. Похуй. Вот это было бы смех, конечно, это, блядь, потешная хуйня он бы сделал, конечно. Очень потешную. Там, с ямами, с ямами, похуй, похуй на всё вообще. Вот это было бы смешно. Не думай, там же думать не надо. Там не надо много думать. То есть, это не сложная работа. Обучиться обкладыванию газонов. Я не верю, что ты, блядь, год учился обкладывать газоны. Ты, блядь, пришёл и научился за два дня сраных. Там нихуя не надо думать. То есть, блядь, два дня учиться, это не думать. То есть, думать, типа, блядь, на уровне, просто, не знаю, двухдневного обучения, это полная херня. Прикол в том, что платят хорошо за те профессии, чтобы просто, чтобы ты, в принципе, хотя бы что-то мог думать и соображать, и прикидывать, и высчитывать. Чтобы до этого нужно было очень долго дойти. То есть, грубо говоря, ты так можешь сказать, ха, блядь, чё, вот таблица умножения, чтобы правильно 7 на 8 умножить, типа, думать, что ли, не надо, блядь? Ха, надо вообще-то. Вот ты поставь любую цифру. Типа, 7 на 8, любую цифру ставь, не получится. Ну как, думать-то, конечно, надо. Но просто, кому нахуй нужна таблица умножения? То есть, от того, что ты посчитаешь 7 на 8, тебе никто много не заплатит. Вообще ни за что. Или скобки даже раскроешь. А хорошее бабло можно получить, уже проектируя какие-то там сложные, высчитывая математические, какие-то там синусоиды, хуёиды и прочее. Говнище, да, получается в голове. Или, допустим, от того, что ты научился просто втыкать микрофон в компьютер и записывать с горем пополам какие-то видео, тебе, соответственно, никто, ну, никто тебя звукорежиссёром, предположим, куда-нибудь работать там не возьмёт. И никаких, по сути, скиллов там в звукорежиссуре у тебя нет от этого, не становится. Но вот если ты, допустим, не знаю, года три со стримами возился, плюс записывал гитару, её тоже как-то обрабатывал, плюс смотрел, как это делают другие, плюс переслушал целую кучу музла, переиграл сам в кучу клубов и приходишь и просто, не знаю, разбираешься там в программе, да, но разбираешься всё равно какое-то время. То есть просто Маклауду для того, чтобы вообще в принципе понять, вот я беру эти крутилки и я их читаю, грубо говоря, как книгу просто, как, ну, вот, как вот такой вот лист. То есть я понимаю, что такое pre-fader, post-fader, там, я не знаю, sense on fader, да, там, мониторная линия, что такое, как, соответственно, отдельную её сделать, как там их залинковать, что значит залинковать, зачем это делается, стерео-нестерео и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но вот чтобы это сделать, чтобы сделать этот лёгкий труд, типа, просто чтобы я в принципе уже мог хотя бы думать об этом, для этого нужна очень долгая подготовка, долгая подготовка. А если тебе нужно, блядь, два дня готовиться и ты уже готов, это не думать, это так хуйнёй заниматься. Это, типа, по сложности, по сложности труда сравнивать ёбаную стрижку кустов секатором, ебучее прокладывание газона и хотя бы даже, например, работу звукорежиссёра, там, с пультом, не знаю, Behringer X32, там, в программе какой-нибудь, даже самую примитивную работу. Это просто, ну, блядь, смешно, это нельзя сравнивать. Это, ну, типа, ладно, я, в принципе, свою мысль я сказал. Ой, блядь. Ну, конечно, думать не надо. И водителю думать не надо. Нет, ну, смотрите, вот пилот Формулы-1, да, там же думать не надо. А-а-а, ты при чём здесь пилот Формулы-1? То есть есть водитель обычный, крутить баранку, ну, сколько люди учатся крутить баранку? Юль, не знаешь, сколько, это, сколько времени машину учатся водить, Юль, в курсе? Ну, предположим, три месяца даже. Предположим, даже, чтобы научиться водить, чтобы научиться крутить баранку, нужно три месяца. Предположим, даже, это уже неплохо. И, соответственно, крутить баранку умеют все, наверное, почти. Ну, просто, блядь, сколько угодно людей. То есть вот у нас, допустим, в Крымовом Рифе из семи человек пятеро с машинами водят, да. То есть, допустим, Саша, вот, которая была на скрипке, и сейчас вот она там баранка в стране Швеции, я думаю, она машину водить не умеет. Но, соответственно, и в хуй это и не упало. Ну, и тоже я не умею, потому что, ну, опять же, мне это в хуй не упало. И думаю, что, когда у меня появятся лишние деньги и по каким-то причинам желания, возможностям, наверное, да, пройду курсы, научусь водить. Но прикол в том, что уметь водить — это не достижение вообще. Уметь водить болид гоночный, да, это, конечно, это сложно. Для этого нужно не просто уметь водить, а пройти долгую подготовку. Долгую подготовку, действительно, которую вот так вот просто ты, просто тупо сесть сразу и ничего не думая, не готовясь, ты не сможешь. Но при этом, ну, это как, я не знаю, как, блядь, как игра на вас в гитаре, допустим, там, та же самая. То есть сыграть две нотки ты сможешь. И там, допустим, за две ноты, ну, типа, странно, если тебе много платят за две ноты. Вот. А сыграть как следует, ну, это уже требует подготовки. Вот. Ну и, соответственно, почти на всех профессиях платят за то, чего мало. То есть, например, если мне нужен в кавер-группу какой-нибудь басист, колбасист, да, и, предположим, мне нужно играть, вот там у меня суперпростая херня, и мне нужно сыграть какие-то, там, ну, две ванючие нотки надо играть, короче говоря, в этой песне. Я просто любого возьму, я выберу, не знаю, самого, самого внешне подходящего, или самого там, кто больше готов за репу скидываться, то есть даже кто сам мне будет доплачивать. Вот такого. А если мне нужен басист, который играет суперохерительные партии, то у меня уже не до выбирания. То есть уже я готов буду, наверное, заплатить, если мне будет очень нужно. И, соответственно, выбора у меня будет немного. Потому что для того, чтобы сделать более сложную партию, нужно просто более серьезная подготовка. То есть более долгая подготовка. Больше жопа часов нужно потратить на обучение. То есть есть работы, где нужно потратить ноль часов на обучение, ноль жопа часов, и это, ну, просто полная хуйня. А есть, где нужно потратить, ну, блядь, десять часов, но это тоже полная хуйня. Это ни о чем. И за это не надо платить много. То есть платить много имеет смысл только за ту работу, где, ну, то есть, а три месяца, предположим, это тоже. Это не три месяца буквально. Это не столько часов, сколько состоит три месяца. Это вот три месяца походить, там что-то куда-то, что-то поздавать, и вот там, да, есть еще отличная работа, хуй повешать на ворота. Вот это вот прям, да, самое то. Три месяца, и ты умеешь водить. А как бы водить, не знаю, там, высококлассно, ну, наверное, да, года три надо. Опыт работы, то есть, вот, допустим, ну-ка, вот даже мне интересно, водитель от 100 тысяч рублей зарплата. То есть, я думаю, это возможно, но там будет требование, типа, опыт работы от 10 лет. Или что-нибудь в этом роде. Ну-ка. И, или там, опыт вождения автомобиля. Стаж не менее, там, вот, скольки-то лет будет. Такие дела. Так, дальше что? Как бы, вообще думать не надо. Берешь, ну, кручешь, гульда себе, педальки нажимаешь, все, а что там думать, думать не надо, что там думать, что там сложного, ничего сложного нет, да, вольт. Ну, понятно, Маклауд, короче, переврал мои слова, несет хуйню. Ничего сложного в этом нет, да? Я оставлю это без комментариев лишних. Вот пилотом формулы один, там даже учиться не надо, там же просто бьешь, садишься, вот, педальки, вот, все, все, как бы. Что там сложного? Ничего сложного нет, ну. Вот, да, бульдово сидит, там, рычажки, там, все, все, кнопочки нажимаешь, все нормально, кручишь, все нормально. Кофш поднимаешь, а отпускаешься. Ну, бульдорзеристов, я думаю, достаточно. То есть, опять же, это, ну, года, ну, сколько? Не года, а месяца три нужно обучаться, и все, это бульдорзерист, скорее всего. Ну, если дольше, то, я думаю, платят нормально. Если человеку, который машинист-бульдозер, это называется, да, ну, если там тысяч сорок, могут платить, если это действительно так очень сложно. Ну, вот у меня вообще везде показывает от пятидесяти тысяч. Ну, тогда возможно. Хотя, да, я везде опыт работы от трех лет. Ладно, дальше. Все, ничего думать не надо вообще. Это простая работа, да? Какая же в его понимании вообще сложная работа, за которую нужно платить? Сложная работа, за которую нужно платить, это работа, на которой мало, на которую мало кандидатов, и которая очень нужна. То есть, грубо говоря, если выполнение этой работы приносит денег гораздо больше, чем, там, зарплата. То есть, платить двести тысяч нужно за ту работу, выполнение которой приносит триста тысяч, например. Если, допустим, выполнение некой работы приносит пятьдесят тысяч, то больше, чем, там, сорок пять, за нее платить просто тупо бесполезно, бессмысленно, невыгодно. То есть, потому что любой человек, нанимающий тебя на работу, он хочет получить больше с тебя выгоды, чем он в тебя вкладывает. То есть, ты для него инвестиция. Вот и все. Соответственно, никак не может оплачиваться, ну, не знаю. Или, опять же, даже если работа приносит пятьдесят тысяч, но на нее очередь людей, которые готовы работать за двадцать, никто не будет за нее платить сорок пять. И это неправильно, платить за нее сорок пять. Нужно платить двадцать, если люди готовы работать за двадцать. Даже нужно пятнадцать платить, чтобы осталось два-три кандидата, и которые работают будут в итоге и за пятнадцать как раз. То есть, спрос-предложение. Грубо говоря, вот я захочу сделать себе обложку на видео. Нахуя я буду платить за нее? Ну, то есть, я, допустим, не знаю, блядь. Нахуя мне платить сто рублей, если есть люди, которые готовы сделать мне ее бесплатно. И нахуя я буду убрать обложки тех, кто сделает мне ее бесплатно, если, допустим, еще и будет человек, который отличную сделает обложку и еще и сам заплатит мне, предположим, чтобы я ее поставил. А в моей стране, типа, минимальный размер оплаты труда, блядь, пятьдесят рублей. Дешевле, чем пятьдесят рублей, ты не можешь платить за обложку. До какого хуя вообще? Все зависит от спроса и так далее. Космонавт? Хотя, нет, ну, если подумать, вот в космос полетел, ну, что там в космос полетел, потом в космос там вышел, да? Ну, это как прогуляться на свежем воздухе. Правильно же, да? Ну, что там сложного, правильно? Ничего сложного нет, за что там платить. Нет, это очень сложно. То есть требует очень много подготовки. Есть, ну, это как раз сложно. Это именно что сложно. Потому что для того, чтобы... То есть космонавт, он именно складывается из большого количества знаний. То есть это физическая подготовка, это знания в разных каких-то науках, это, насколько я понимаю, даже какие-то иностранные языки должны быть. Это, скорее всего, техническая подготовка какая-то, то есть умение там что-то делать, соответственно, в этом космосе. Что там, перепаивать, перекручивать и так далее. Ну, что-нибудь такое. Логика такая, да? Что? Там же просто прогуляться в космосе. Ну, почему бы нет? Вышел в космос, как на свежем воздухе, как на свежий воздух подышать. Вышел, да? Ничего сложного там нет, ну... Ну, правильно. Я не понимаю, какая работа, в его понимании, есть сложная, за которую нужно платить. Любая та работа, за которую платят 100 тысяч. Просто любая работа, за которую реально платят 100 тысяч, это сложная работа, которая стоит того. Просто любая, абсолютно. Ну, вот, типа... Или она даже не обязательно сложная, но, предположим, она... То есть... Сложная... Ну, короче, блядь, сложная, это вот та, которая... Та, которая сложная. Есть, допустим, простая работа, за которую можно заработать 100 тысяч. Это, ну, предположим, официант. Но просто людей, которые подходят под критерии или людей, которые готовы работать на этой работе, их просто мало. Есть, допустим, работа... Ну, как мне кажется... Да, я не знаю, даже вот тот же там организатор концертов. То есть сказать, что это именно сложно... Я бы не сказал, что это сложно. Это муторно. То есть это такая тягомуторная больше работа, чем именно сложная. Но, соответственно, за счет того, что мало желающих заниматься, там, не знаю, этой муторной деятельностью, по идее, ну, допустим, вот этим можно. То есть как-то так это работает. Надеюсь, там, Юля мне не даст соврать. Да, Люка? Я тебе вообще пойду. Да ничего, ничего. Неважно. Вот. Ну, короче, то есть... Много платят, либо если... Даже не либо если. Много платят в любом случае, если... Дешевле работать кто-то не готов. Там, я не знаю, что-то такое. Ну, это сложно описать. То есть откуда формируется та или иная зарплата. Много платят тогда, когда дешевле нет вариантов. Просто дешевле нет того, кто может это выполнить. То есть если, допустим, мне нужен программист, и за 90 тысяч тот объем работы, который мне нужен, или те скиллы программирования меня не устроят, то есть просто за 90 тысяч никто не соглашается работать, то единственный выход, и при этом, если я знаю, что его работа мне принесет, допустим, 200 тысяч, значит, мне нужно платить 100. И если за 100 уже хоть кто-то согласится, значит, 100 тысяч стоит такая работа. Вот. Это либо работа, которая требует долгой подготовки, либо просто очень муторная работа. Бывает, что она не сложная. Фу, не тяжелая. Не тяжелая работа. Но она именно сложная, даже не сложная, она муторная. То есть простая, легкая, в плане именно там физических нагрузок, но муторная. То есть я думаю, допустим, риэлтор тоже вот к такому же относится. Ну, мне так кажется, по крайней мере. То есть я вот так вот честно чего-то очень сложного в работе риэлтора не вижу. Но вот что это очень муторно, это просто вот, ну, мозговыносящая совершенно история. Это да. Ну, как бы и платят хорошо. Потому что не так-то много желающих всем этим заниматься, грубо говоря. Или не так много желающих дешевле этим заниматься. Ладно, дальше что? Так у нас за них не платят. Ну, я посмотрел. Я посмотрел заклаты. Давайте посмотрим вместе заклаты. В российских контролях каких-то, да? Вот я зашел на... Опускаем. Ну, давайте, допустим, знаете, как ведем? Юнити, вот Юнити. Душу и такую. Ну, что ты сижу? Я, если честно, не разбираюсь даже, что такое Юнити. То есть я не шарю. Я не вижу. Вот, заклата указана. Ну, давайте указано вот. Тридцать три вакансии уже осталось, где указано. Middle Юнити Деллопер от 70 тысяч. Юнити 3д разработчик. Регион Станук Петербург. То есть ты выбрал только Питер. C-Sharp Деллопер, там, для ВЕР. Так, виртуальная реальность, что ли? Да. 100 тысяч, 200 тысяч. Угу. Ну и где? Где? Ну, получается... Целая хуева куча. То есть где-где, бля, в пизде. У тебя на бороде. Тридцать три вакансии. Тоже несложная работа, что ли? Тридцать три вакансии от 100 тысяч. И вот мне советовали, как было... И это только в Питере. Логистам, да? Вот логистам мне советовали. Логист, вот это тоже, это... То же самое, что риэлторы, я думаю. То есть это, скорее всего, просто, это... Легко в плане физических нагрузок, но муторно. Якобы 60-80 тысяч получает, да? Да, может быть. Мне советовали помощником логиста, да? Ну, там, начать с 25. Ну, опять же, нет же какой-то минимальной зарплаты у логиста, да? Чтобы обучаться, да, нормально. Ну, то есть, когда ты приходишь обучаться, допустим, в агентство недвижимости на риэлторы, ты тоже там какие-то копейки будешь получать, зато ты получаешь образование, грубо говоря. Чтобы потом уже стать частым маклером, который может и по 100 зарабатывать. Логист может и 40 получать, и быть доволен, как бы, весьма. Опять же, почему тогда не 120 у логиста, да? Не 120. Ну, сколько работаешь, столько получаешь. Тысяча. А именно 60-80, как мне озвучивали. Иногда зависит, ну, как и на стримах тоже. То есть, иногда зависит от, там, блядь, как карта легла, да? Я не знаю. Иногда зависит от того, как ты работаешь. Скажем так. У хорошего логиста. Ну, допустим. А у отличного тогда должно быть, наверное, 180 или сколько? Ну, нет. Прикол не в отличности. Хороший или отличный, я думаю, в логистике платят не совсем за это. В логистике платят за просто количество труда, скорее всего. Так что, ну, как и там в недвижимости. Неважно, насколько ты распрекрасный. Ну, то есть, в чем может твоя прекрасность заключаться? Типа, как можно быть идеальным риэлтором вообще по сравнению с тем, что бы обычным? Ну, типа, супер вовремя приходить, предположим. Или иметь приятный тембр голоса, не знаю, брать низкую... Ну, то есть, хотя нет. За что можно, вот просто, я не знаю, реквестировать большую очень комиссию? Если ты только известный какой-то. За что вот можно больше нафармить, чем это? Чем обычно. Ну да, очень много объявлений, очень много брать на себя, предположим. То есть, очень такая трудолюбивость, знаю. Нет, то есть, ну, опыт, там, вся вот эта херня, она, по сути, особо не добавляет тебе к зарплате денег. То есть, вот, ну, наверное, только вот в чем кайф, что много по рекомендациям может, если ты, допустим, уже 10 лет занимаешься недвижимостью, рекомендации могут идти. И, ну, клиенты просто будут, как бы, сами собой вот так вот на халяву, можно сказать, приходить. Нет, тут просто, тут никто тебе не платит за... То есть, больше заработать именно скиллом каким-то суперсложным, я думаю, невозможно просто, нет. То есть, опять же, есть потолок. Есть какой-то потолок и в логистике, и в программировании, и в недвижимости, и в организации концертов, я думаю, там тоже есть. Просто потолок, выше которого организатор тупо не может зарабатывать, потому что это просто не может столько стоить никаким хером. Ну, то есть, либо это просто уже вот, ну, что-то там около и так далее. Вот, допустим, в Ютьюбе потолка, по сути, нет. И это заебись. Дальше что? Нет, ведь, да, это же простая работа. Хотя, наверное, миллиард, допустим, Ютьюбом, мне кажется, невозможно заработать. Миллиард долларов. Не 120 тысяч, а именно 60-80, как мне озвучивали. У хорошего логиста. Ну, допустим. А у отличного тогда должно быть, наверное, 180 или сколько? Ну, нет, ведь, да, это же простая работа. И если россияне, опять же, вот это раболепие, готовы работать за меньшие деньги, зачем им платить больше, правильно? Конечно. Но это не раболепие, это, ну, типа, если ты, вот, Маклауд, предположим, нихуя не умеешь, и тебе нужно жрать, если бы бабка бы тебя не кормила, если бы у тебя не было бы жилья, то у тебя нет выбора. То есть ты либо работаешь, либо сдыхаешь бомжом. И выбирая между сдохнуть бомжом на вокзале с голоду и холоду, или все-таки работать за 20 тысяч, жить в хостеле и, ну, хоть как-то перебиваться, ну, я думаю, большинство выберет все-таки вариант работать за 20 тысяч. Плюс к тому же еще демпят цену мигранты, то есть, которые, опять же, то есть они на эти условия с удовольствием готовы, потому что они деньги отсылают там себе свои родные станы, да, там, грубо говоря, в которых они, ну, в которых это прям отличные деньги, на которые можно там дома построить там вообще, я не знаю, и чудно жить. Дальше что? Ну, логично, да? Зачем вам платить больше, если они готовы работать за меньшие? Можно еще вспомнить как бы индусский код, да? Индусские программисты, да? Вот это нарицательное уже такое, мемчик такой. Ну, то есть, так, криво, через жопу, да? Ну, не знаю, вот они, наверное, и вообще за еду будут работать, я не знаю, готовы. Ну, репе-за иду. Ну, или за очень дешево, а еще дешевле, ну, блин, что бы нет, да? Ну, я не просто не понимаю, что в его понимании сложная работа, что есть сложная работа, за которую, которая достойна хорошие оплаты труда. Как мы выяснили в YouTube, так что, ну, немножко посмотрели быстренько. Программисты, это не то, чтобы очень много, да, ну, по крайней мере, в российских компаниях гагай-копыта, не знаю, может быть, где-то и есть там с хорошей, действительно хорошей зарплатой, вот, может быть, и есть такое, да, может быть, в распроме какие-то программисты не знаю. На самом деле сложная, вот именно сложная работа действительно, то есть вот действительно сложная работа, ну, не знаю, я, наверное, вообще не за сложную работу. То есть просто, ну, да, сложно понять, что вообще считать сложностью. То есть ценная работа, важно, чтобы была ценная, а ценная это та, которая требует долгой подготовки, грубо говоря. Вот и всё. Ну, на самом деле, хорошие бабки, вот именно очень хорошие бабки, фармить можно, ну, давайте, ладно, не очень хорошие, но там от 100 тысяч, либо ты очень классная, то есть есть такие профессии, за которые вообще в принципе могут платить 100 тысяч, на которых можно столько зарабатывать. То есть либо ты сам на себя работаешь, ну, то есть педагог гитары, допустим, такой, как Фред, ну, он действительно выдающийся профессионал, мастер, он может зарабатывать 200 тысяч, и он зарабатывает, собственно, столько. То есть плюс ещё у него YouTube-канал, что для его бизнеса выгодно и так далее. Вот, ну, для его самозанятости, да, лучше, это не совсем бизнес. То есть есть бизнес, самозанятость и работа на кого-то. Вот, работа на себе, работа на кого-то. Всё, вот три способа, как бы. Если работа на кого-то, то только какие-то, либо невероятное трудолюбие, невероятная ценность твоей работы по тем или иным причинам. То есть либо потому, что никто другой не хочет этим заниматься, либо потому, что очень много подготовки требуется для того, чтобы этим заниматься, допустим. Ну, то есть по-разному. То есть, например, почему в Новый год очень много платят звукорежиссёрам, там, музыкантам и так далее? А потому что в Новый год все хотят сидеть с семьёй дома. А тех, кто готов в Новый год, именно непосредственно в ночь, там, на корпоративе петь, там, звук рулить, они, как бы, их мало, и поэтому они стоят очень дорого. Вот, то есть, допустим, я лично, вот я, за пять тысяч рублей сейчас, допустим, не стал бы проёбывать новогоднюю ночь, я бы лучше постримил. За тридцать стал бы, вот и всё, отсюда поэтому тридцать тысяч. То есть, если просто выбора у людей там не будет особо, ну, меня позовут за тридцать, вот и всё, там, когда-нибудь, куда-нибудь, наверняка. Соответственно, так и формируется. Ну, всё, бизнес может приносить хорошие деньги, бизнес может приносить, ну, я думаю, миллион, несколько миллионов в месяц. Миллион в день, я думаю, даже может приносить. Вот, то есть, просто смотреть, чем заниматься. Я думаю, это человек, который Яндекс, допустим, создал, или там, владелец Яндекса, да, то есть, кто там, Волош, по-моему, ну, наверняка у него неплохо с деньгами. Вот, но только вопрос в том, что он очень долго занимается, то есть, очень долго, у него полтора миллиарда долларов, как бы, да, человек родился в жопе Казахстана, грубо говоря, Казахской СССР, да, соответственно, вот, то есть, в 97-м году начал заниматься там Яндексом, грубо говоря, закупил какие-то сервера и так далее, то есть, очень много работы, очень много полезной работы, полезного труда, правильных действий, все, то есть, сейчас Яндекс.Такси, Яндекс.Карты, Яндекс.Хуяндекс, Яндекс.Еда, все это очень нужно, важно, ценно, полезно, люди этим регулярно пользуются, там много рекламы, там люди покупают подписки, то есть, там просто вертятся совершенно бешеные деньги и справедливой наградой, грубо говоря, для вот там Аркадия Юрьевича Волжи является то, что у него полтора миллиарда долларов, вот и все, как-то так это работает, ну, то есть, очень много, очень долго, во-первых, он работал, во-вторых, то есть, это, ну, тоже некая сложность, то есть, для того, чтобы, в принципе, начать даже хотя бы делать какой-то сайт, нужно, нужны, ну, познания в HTML, там и так далее, плюс еще в свое время нужно было этим заняться, то есть, тогда, когда не было интернета в России, по сути дела, и так далее, вот Лебедев тоже, я думаю, он наверняка не бедный человек, не знаю, насколько, конечно, но вряд ли у него миллиарды долларов, но, то есть, он занимается, там, дизайном, я не знаю, грубо говоря, просто чуть ли не самый первый вообще, кто начал этим заниматься в России, да, вот, думаю, у него неплохо все тоже с баблом, так, ладно, что дальше? Ну, у нас, как бы, нет с этим, но в целом, в целом, все гораздо скромнее, вот. К сожалению. У кого? Что скромнее? Копыта. Не знаю, может быть, где-то и есть там, с хорошей, действительно хорошей зарплаты, вот, может быть, и есть такое, да, может быть, в Газпроме, какие-нибудь программисты, не знаю. У нас, в Газпроме программисты? В целом, в целом, все гораздо скромнее, вот. К сожалению. Еще тема, что платят за то, что человек regalbo, есть тогда, знает, умеет, но, может, например, выключить не понял высокооплачиваемая работа не обязана быть сложной, ну да, она должна быть как бы, она не сложная а она ценная, грубо говоря то есть если, грубо говоря, просто дешевле человек там не будет этим заниматься, я не знаю, допустим сниматься в гей-порно это же не сложно и не тяжело, но просто мало тех, кто готов этим заниматься и, соответственно, я не знаю, как это устроено но, по идее, если спрос на гей-порно очень большой, и если есть скажем, тысяча людей которые готовы тысячу в месяц платить за одно гей-порно видео там, российского производства или там, еще при каких-то условиях, или чтобы это было копра-гей-порно, да, предположим тысяча людей по тысяче рублей готовы, если скидываться раз в месяц вот тебе миллион, пожалуйста, все, снимай копра-гей-порно и имей миллион имей дохуя бабла и при этом раз в месяц просто нужно поебаться в жопу, обмазаться говном, грубо говоря ну, примерно так это работает наверное вот, книгу можно написать, продать то есть, допустим, если ты написал книгу это какой-то прям просто ну, там, даже не обязательно бестселлер то есть ну, предположим, что не знаю, себестоимость одной книги 250 рублей продаешь ты ее за 300 рублей то есть маржинальность с одной проданной книги 50 рублей если ты продаешь в месяц две тысячи копий своей книги то есть ты один раз в жизни ее написал две тысячи копий в месяц продается сто тысяч рублей пожалуйста то есть почему абсолютно любой конченый, даже, долбоеб там, который у Соловьева, допустим, выступают все вот эти вот, блядь говноэксперты, говнополитики да и сам Соловьев, да то есть он почему ну, понаписал, допустим, книжек каких-то с санах ну, потому что это халява ты один раз в жизни это сделал и потом до конца дней своих будешь, там, по чуть-чуть, как бы фармить какое-то бабло за счет продаж этой книги сраной, да фильм тоже, то есть ты, там, допустим, если ты именно владелец фильма не просто актер то есть актер, он получает зарплату один раз чаще всего вот тот, ну бесконечно бабки получает, там, лейбл не знаю, ну то есть кто-то продюсер, наверное, или что-то в этом роде с музыкантами там тоже вот такое ну, вот, предположим я один раз в жизни написал песню какой же я милый или универсальный комментарий ну, и все я, там, рублей по 50 в день, там 50, наверное, я загнул не знаю даже сколько ну, наверное, да 50 рублей в день, там, наверное, капает то есть это сколько? 50 на 30 полторы тысячи в месяц? ну, может и да, кстати может быть, вполне еще полторы тысячи в месяц там в долларах, как, сколько долларов-то вообще? 1500 рублей в долларах 20 долларов? ну, да, да, может или вот, допустим, я поснимал видосы на YouTube то есть я их, все, я уже их снял если сейчас я даже ну, я и так по сути там хуйней большимаюсь то есть не знаю ну, там тоже рублей 50 в день он мне приносит YouTube сам без донатов даже то есть, грубо говоря, вот так ну, просто если бы было не 50 а 5 тысяч в день ну, все, блядь вот у меня 300 тысяч в день причем я бы еще ничего не делал и абсолютно честно это было бы то есть, если бы люди были готовы платить за, там, мою книгу за мои видео за мое еще что-то ну, вот сейчас, допустим, я делаю вот настолько вот нужную, ценную вещь для людей как стримы и вот мне за это, грубо говоря ну, это не совсем платят ну, вот, пожалуйста дают деньги как-то так нет так даже непонятно ценное то есть, что-то ценное вот у нас все население большая часть населения это бедные и нищие ну, допустим, вот Биг Лизбовский он почему вот мне 60 рублей отдал а потому что кому еще не тебе же, Маклауд ты скучный ты не стримишь ты хуйней какой-то занимаешься у тебя звук говно и так далее больше, ну, просто вот ну, у человека, предположим вот, я не знаю какие у него критерии почему он именно меня смотрит и мне донатит так же, как Nightmare Outside, допустим там вот Антон Воронин еще кто-то, да, соответственно вот там Алекс вот есть, допустим а не мушник то есть, они почему-то донатят именно мне это можно, кстати, у вас дорогие зрители спросить то есть, почему мне а не кому-то еще то есть, мои предположения такие больше некому нужно, чтобы был шарил в гитарном ютубе там, похожее чувство юмора приличный звук сносная картинка стримы каждый день то есть, почти всегда точно есть онлайн то есть, никуда там не проводает и так далее интересная компания сформировалась приятная ну вот какие-то такие, наверное то есть, это как я себе представляю как на самом деле я не знаю почему то есть, мне кажется вот что-то вот из этого наверное работает вот может быть, что-то интересное я отравлю, допустим то есть, вот темы, которые близки именно моим зрителям может ну, типа вот как-то вот они искали-искали-искали там что-нибудь такое интересное посмотреть или даже не искали а вот случайно наткнулись и типа о, заебись вот а предположим какой-нибудь другой там стример сидит и допустим другие его считают что он заебись но смысл в том, что зачем-то я нужен так, к сожалению то есть, может, за музыки моей кстати, может быть что ли тупой раппорис так, что дальше у нас как бы нет с этим но в целом, в целом все гораздо скромнее вот к сожалению так даже непонятно что у нас вот у нас все население большая часть населения это бедные и нищие к сожалению то есть у нас все заняты какой-то херней что ли тупой работы бесполезной в основном, да боюсь, что да в основном все заняты херней бесполезной, тупой работой да ну даже не знаю просто ну, как бы как это обосновать как это прокомментировать какие примеры привести то есть я, честно говоря ну, ну, думаю, да думаю, что проблема в этом большинство, да занимается какой-то полной хуйней совершенной вообще бесполезной вот ну, либо может быть даже проблема в другом что, меньшинство то есть очень мало тех кто занимается чем-то полезным может быть даже вот скорее вот в этом проблема чем в том, что там, большинство ну, как бы большинство, оно везде долбоеба просто вопрос в том на сколько. Типа, ну, то есть, как мне кажется, там, в Америке хуйнёй занимаются, может быть, там, процентов 75 людей, а в России, наверное, 95. Вот. Ну, в силу тех или иных обстоятельств. Нет хорошей жизни, занятой бесполезной работой. Ну, кто виноват, это дело десятое. То есть, кто виноват тем, что люди занимаются какой-то хуйнёй, это вопрос спорный. Вот. Ну, в чём, то есть, кто виноват в случае Маклауда, я думаю, вопросов нет. Я надеюсь, что у вас хотя бы нет вопросов в случае Маклауда. Кто виноват в том, что у него, ну, там, хуёвая стиральная машина, вот такая, допустим, которая там сломалась, я не знаю, в том, что ему не платят, видите ли, приличную зарплату. То есть, в его случае кто виноват. Ну, вот Фред-гитарист, у него же есть 200 штук? То есть, это вот сколько получается? 200 тысяч? Рублей в долларах, да? Вот, пожалуйста, 2,5 тысячи долларов как раз сейчас получается. Но я думаю, что у Фреда, кстати, нет. 200 тысяч по старому это курсу было, наверное. Сейчас сколько вообще 1 доллар стоит? 80. У Фреда было 200, когда доллар стоил 60, получается, да? То есть, если 60... Короче, 200 тысяч разделить на 60, получается, да? Ну, 3333 доллара. Хотя сейчас закон это особо не поменяется, я не знаю, на самом деле, как там, что у Фреда. Ну, грубо говоря, вот там. Можно же, получается? Да, можно. Дальше что? О, хуй знает. Его бы ты добро. Короче, Маклауд, мрот такой, потому что ты в этом виноват на самом деле. Потому что ты не работаешь, нихуя. Сидишь и, блядь, графики рассматриваешь. Угу, отлично. Давай вырумем из контекста фразу и будем с ней спорить. Ну, поспорь, хорошо. В смысле не работаю? Ну, я работал, как бы он выше особо не становился. А, то есть, если я пойду работать, то он станет выше, да, вот автомат? Ну, нет. Если ты пойдешь работать не на хуй знает что, а если ты... Короче, если ты пойдешь работать так же, как ты и работал на вот эти говноработы, ничего не поменяется. Но если ты, и не только ты один, ну, допустим, куча людей, большое их количество, осознают, что, блядь, полная хуйня и надо идти как-то делать что-то ценное, что-то полезное, тогда, соответственно, ну, представь, вот, если бы программистов просто тупо сейчас стало бы в два раза больше, что произошло бы? Зарплата программистов понизилась бы, потому что было бы больше людей, которые готовы работать там меньше. Либо просто у нас бы какие-то программы, там, их настолько много бы появилось, что просто страна бы, ну, не знаю, начала бы на экспорт делать какое-нибудь программное обеспечение и так далее. Вот и все. То есть просто в поисках занятости что-то вот бы такое бы происходило. И при этом представьте, что вот, ну, допустим, программистов стало больше, а при этом те люди, которые вот стали программистами, они не пошли работать охранниками. Что происходит? Охранников стало мало. И за 20 тысяч никто не хочет идти работать охранником. Все пошли программистами. Ну, тогда охранникам повысят зарплату. То есть все очень просто. Когда, на самом деле, я на самом деле делаю очень доброе дело. То есть благодаря мне когда-то однажды всяким бомжам зарплату повысят. Почему? Я не пошел работать с бомжом, каким-то, ну, то есть, не знаю, охранником, там, хуянником, вот этот, ну, экспедитором, там, то есть то, чем занимается MacLeod. Я пошел, соответственно, на YouTube стримить. И я не конкурирую. То есть, если бы я пошел сантехником, я бы конкурировал там, ну, не знаю, сантехник еще там, ты хочешь что-то там нужно делать, да, допустим. А, предположим, блядь. Ну, ведь охранником именно вот еще раз, вот как MacLeod охранял. Вот в таком смысле. То есть там, допустим, сейчас стоит 115 человек, а я бы, если еще пошел, было бы 116. И все, и вот все бы там вот конкурировали, и в итоге там зарплата была бы вообще просто какая-то днищенская совершенно. Вот. А я не пошел, я пошел на YouTube. Таким образом, стримеров стало чуть-чуть больше. В итоге, чем больше стримеров, соответственно, тем больше конкуренция, выбор, тем лучше контент, тем меньше донатов отдельно взятому стримеру, и тем тем, соответственно, больше будут платить охранникам, потому что если охранниками никто не хочет будет, не захочет работать, а только стримерами все будут, тогда все, тогда сразу придется платить больше. Чтобы я бросил свою работу стримера, допустим, или свою деятельность стримера, и побежал бы что-нибудь охранять. Как-то так это работает. Вот я сейчас пойду сдавать, учиться на прогрузчик, да? И потом работать начну, и он сразу выше станет. Или опять же, прогрузчик это легкая работа. Нет, он сразу, сразу ничего не бывает. Просто я не понимаю, почему он все время вот, он вырвал из контекста фразу и говорит, типа, вот, значит, я так сделаю сразу. Сразу нихуя не бывает, Маклауд, сразу только, блядь, ты со стула ебнешься. Сразу стул под тобой может сломаться. Сразу въебаться в системник ты можешь только. Сразу ничего не бывает вообще никогда. Типа, а что я, блядь, землю и дерево сразу вырастет? Нет, блядь, не сразу нихуя. Долгое время, блядь, нужно поливать, как бы проверять. Тогда вырастет. Если просто, блядь, ну сразу нихуя не будет. Кто тебе сказал сразу? Где ты, блядь, услышал вообще сразу? Где я хоть раз в своем видео сказал сразу, но имея в виду именно что? Вот как только ты сделаешь, вот сразу тогда в стране все, блядь, будет заебись. Я мог сказать, сразу начнет налаживаться. Такое я мог. И то вряд ли бы я такое сказал. Если бы 100 тысяч маклаудов начали бы делать что-то более осмысленное, более такое ценное, вот тогда и не сразу, а как бы тогда бы начало налаживаться хотя бы постепенно. Как-то так. Я пойду работать, то он станет выше, да, вот автоматом. Вот я сейчас пойду сдавать, учиться на прогрузчик, да? И потом работать начну, и он сразу выше станет. Или опять же, погрузчик, это легкая работа слишком. Иди нахуй. То что там гулишь, гулишь, ну да и все, да, вот этот груз поднимаешь, да, вот вилами этими. Да и все, кстати, по сути, да, там что там сложного. Там хуйня какая, да? Думаю, да. Ну ничего сделать не надо, в принципе. Ну, надо, но хуйню какую-то. За это тоже получается какая-то черня, да? То есть с этой хуйней может робот справиться? Ну то есть если роботы, как бы вот там, я думаю, я думаю уже есть роботы, которые могут выполнять работу погрузчика. И причем лучше людей, блядь. Я просто не знаю, но, Моисей, ты... Просто людей до сих пор берут, потому что, ну, блядь, бичей дохуя, надо же как это, куда-то их устроить, блядь. Близь, расскажи еще, какая сложная работа, вот в твоем понимании, что есть вообще сложная работа в твоем понимании, за которую, которая достойна хорошей оплаты. Опять же, что в твоем понимании хорошая оплата? Блядь. Ютуб, например. Или педагог гитары, но очень хороший педагог гитары. Ну, не знаю, хороший адвокат, наверное. Да просто любой, любой настоящий профессионал. То есть именно любой выдающийся мастер своего дела достойен хорошей оплаты. Я думаю так. Ну, в твоем понимании, оно уже расходится с моим, хорошая оплата, да? Потому что, ну, вот на... В США, в США, опять же, можно жить, там, работая грузчиком, водителем, можно снимать комнату, в принципе, хватит, да? Ну, и нормально питаться, в принципе, да? Не булкой, не булкой, не хлебом, да? Ну, креветки пожирать можно, опять же. С мистером. Не похоже на то, потому что твой дружок, тот самый, которого ты мне показывал, говорит, что они тратят 10, сколько сейчас еще раз, 120 долларов минимум в неделю на двоих они тратят. Вот, соответственно, сейчас 120 долларов это, ну, 9 тысяч рублей. 18, 36 тысяч на еду на двоих. Как-то, ну, блядь, я не знаю, многовато, мне кажется. И это по минималкам, он сказал, до 150 доходит. И это без сигарет, без всякой хуйни. И плюс жилье там стоит безумных денег, совершенно каких-то безумных. Блядь. Не, ну, по такой логике, причем они живут еще раз, они живут в каком-то, ну, Флорида-хуйорида. То есть смотри, чувак, если ты живешь в каком-нибудь, в какой-нибудь станице сраной, я тебе тоже могу сказать, что вот там, вот мы, допустим, были с кровавым рифом станица, как же она, блядь, называлась-то, ебать ее в рот, там, какой-нибудь Тимрюк, там, что-нибудь такое, да, допустим? Тимрюк какой-нибудь. Ну, пожалуйста, вот, ты там можешь, соответственно, наверняка там можно устроиться в Тимрюке грузчиком, то есть вполне может быть, что там есть какая-нибудь такая работа. Все, снимать там жилье, скорее всего, хотя я не знаю, там Голубицкая, Тимрюк, ну, там море рядом, не, наверное, не канает. Ну, какое-нибудь, допустим, я не знаю, хотя, да, там в этом, Флорида, я не знаю, хотя не знаю, опять же, где они живут, черт их знает. Ну, думаю, да, ты можешь получать зарплату, там, 20 тысяч, работая грузчиком, снимать в месяц жилье за, там, ну, как раз тоже 6 тысяч, и уже это будет не как в Москве, койко место, а именно, ну, прям, да, какую-нибудь квартиру. Тысяч за 6, да, отлично, и 14 тысяч, и на креветки тебе тоже хватит, деньжат. То есть, ну, у тебя будет 500, получается, рублей. Ебать, там KFC даже есть, нихуя себе вообще. Вот это Тимрюк, ебать. А сколько там вообще населения-то, блядь, чтобы там KFC был? 40 тысяч человек, охуеть. 40 тысяч, там уже, блядь, есть KFC. Нихуя себе. Это прикольно, блядь. Здорово, здорово, здорово. Ну, все, вот, переезжай. Ты же хотел пальмы, море, там, ну, переезжай, не знаю, куда-нибудь, ну, вон там, блядь. Какие есть, не знаю, там, недалекие от моря, какие-нибудь, допустим, там, вот от Сачей, там, каких-нибудь. Ну, блядь, там везде дорого, все равно, то есть, там, такого нет, я думаю, где вот можно прям дешево жить, где нет туристов. Если у нас все-таки это на вес золотом. Ну, просто можешь прям, вот, я не знаю, даже вбить просто в поиски. Работа, грузчик, Сочи, там, и так далее. Сколько там стоит при этом жилье какое-нибудь снять? Самое засанное. Да, даже не засанное. Ну, то есть, даже вот такое приличное. То есть, как-то можно. А даже если и нельзя, даже если в Америке все прям гораздо лучше, то и чё? Ты, блядь, не в Америке. Просто, ну, допустим, да, и чё? Типа, блядь, ну, да, не знаю, хорошо, да, в Америке охуенно, да, там, просто там, за работу грузчика платят, блядь, миллион долларов, и ещё два миллиона остаётся. Ну, или хорошо, платят три тысячи долларов, всё, прекрасно можно жить. Отлично, охуенно, прекрасно можно жить. В России нельзя? Ну, нельзя, да. Дальше чё? Просто, ну, к чему ты это? Чё ты пытаешься доказать? Ну, нельзя, хорошо, нельзя, и чё? Ну, Путин плохой, да, ну, хорошо, дальше что? Просто, что ты хочешь-то, блядь, чё ты, чё ты пытаешься сказать, я не понимаю. Джеком пообщаться с мистером Джимом, вот все дела. Да, ещё касательно фильмов, он сказал, что у нас там российские фильмы, там, не приносят такого дохода, как американские, поэтому у нас снимают говно, да? Ну, как бы, Сталинград, по-моему, неплохо зашёл, да? Не знаю даже, что за фильм. Честно, не смотрел особо. Вполне окупился, да? Такое говнище, и окупилось, в принципе. У нас просто не могут... Ну, окупилось, окупилось, это не значит, принесло много денег. То есть, ну, кстати, бюджет 30 миллионов, то неплохо-то, в принципе. Сталинград 2013 года. А какие есть, ну, допустим, какой есть там фильм, недавний какой-нибудь? Ну, пускай там, не знаю, Чернобыль, предположим, даже. Даже мне интересно, просто, сколько там бюджет. Как-то даже мне вот прям... А нельзя посмотреть, да, никак? Сука. Чернобыль, мини-сериал. Бюджет. Нельзя глянуть. Еще было классное такое, из недавнего. Ну, 30 миллионов, бля, долларов бюджета. То есть, условно, просто если бы был на этот фильм потрачен миллиард, то он бы не окупился. А как бы годные фильмы, они обычно и стоят. Там, бля, Пираты Карибского моря, давай посмотрим. Вот, Пираты Кар... Это не новый фильм, но все равно. Фу, Карибского моря, предположим. И давай прям самое первое. Проклятие Черной жемчужины. Вот, 2003 год. И сколько бюджет? Ну, сорян, братан, бюджет 140 миллионов долларов. Маркетинг еще 40 миллионов долларов. Это как, блядь, вообще? Что за хуйня? Ну, то есть, как бы, блядь, Сталинград сняли за 30 миллионов, а тут, блядь, 140. И это было в 2003 году. А тут мы в 2013 снимаем за 30 миллионов долларов. И даже если потратили бы 140, то нет, не отбилось бы. То есть, это и так огромный риск. Ты можешь потратить, блядь, 30 миллионов долларов и не отбить. Ну, как бы, вот в этом и вся разница. То есть, просто прикол в том, что американский фильм, он в любом случае, ну, практически в любом случае, он и в Америке неплохо наберет, потому что у них там, ну, как бы, культура другая немного, в плане походов в кино, там, заплатить и так далее, да. И на экспорт пойдет. Российский, ну, то есть, всякие Маклауды, они же, блядь, никогда в кинотеатр-то не пойдут. И будет хуесосить до последнего даже самый годный фильм, просто потому, что он наш. Вот и все. Поэтому, даже если будет потрачено 60, допустим, миллионов долларов, то есть, это все равно мало. Да, блядь, я не знаю, ну, 140 миллионов, то есть, просто вот кто-то ебанется, такой, блядь, 140 миллионов долларов, делаем вот наш фильм. Ну, хуй. Оно просто не пойдет. Поэтому, то есть, грубо говоря, это примерно так работает. Ну, не только из-за этого, но вот, просто банально, тупо, даже начиная вот с этого. То есть, грубо говоря, невыгодно делать ни говно. Годный фильм можно снять за 20 ка баксов, Клерки. Ну, такие есть у нас, у Хованского, допустим, его фильмы вообще там сняты, я думаю, и дешевле. Но, они не приносят ему денег. То есть, просто, грубо говоря, если бы он пытался это продать, то это не купили бы. То есть, еще раз, невыгодно делать ни говно. Понимаешь? О чем я говорю? То есть, в России невыгодно делать ни говно. Озон, типа, что, Озон не охуенный фильм, что ли? Ну, блядь, сколько на него было затрачено ресурсов, просто это ж пиздец. А принес он, сколько? Ну, не 100 миллионов просмотров, Ховану. Там вот это-то, я не знаю. И при этом, это действительно такой, ну, как бы, мне кажется, прикольный такой фильмец, там, не знаю. Вот там, три миллиона просмотров принесло. Три, блядь, миллиона. Да пиздец. И соседнее видео, лучший, лучший бомж-пакет, типа, лучшая лапша быстрого приготовления. То есть, фильм, скорее всего, там, актеры, хуёры, то есть, блогеры известные, там, всех как-то, вот он впрягал, там, все это сочинял, делал, придумывал, ебался, и три миллиона просмотров. Для Хвана, как бы, ну, это хорошо, конечно, три миллиона, еще и доктор Кевин за 200 рублей. Циркумфлекс, подчеркивание, циркумфлекс, СПС за луну. Это просто топ. Клево, клево, рад, что тебе понравилось, спасибо большое за донат. Так вот, ну, короче, ну, я не знаю, ну, наверное, ну, неделю, как минимум, такую добрую, наверное, надо убить, может быть и дольше, я не знаю, сколько просто это делалось, но, грубо говоря, снять видос, прям, от и до, типа, лучший бомж-пакет, или, допустим, инстасамка и ее парень два долбоеба, или там даже снять видосы, вот, которые миллион у него там, не знаю, спокойно набирают, да, блядь, даже вот, которые по 300 тысяч набирают, то есть легче их делать, сколько рекламы там можно продать и так далее, в этом фильме-то реклама особо не впихнешь, то есть фильм, не впихивается же реклама, так вот, чтобы нормально было, вот, а тут просто вот хуйню полную снял, потратил на нее там час, два часа на все про все, и уже там, я не знаю, одна десятая от фильма получается, вот у меня там с Ютьюбом то же самое, так вот, к сожалению, пока что, просто, это и с Ютьюбом, и с фильмами, и с музыкой, и со всей хуйней, в России, невыгодно делать не говно, если я сейчас, сделаю супер неговяный, охуенный какой-нибудь видос на Ютьюбе, он наберет что-то? Вряд ли, как-то так, Джеймл Челевый Боб стоили 22 ляма зеленых, ну, Джеймл Челевый Боб, да, охуенный фильм, ну, ты думаешь, если снять такое же, но наше в России, то, он пойдет на экспорт, его будут смотреть там, и это будет, ну, это принесет, это отобьет деньги свои, ну, если считаешь, что да, снимай тогда, возьми где-нибудь 22 ляма, или давай хотя бы 20, 20к баксов, то есть вот, почему бы тебе не сделать, 20 тысяч долларов, сколько это, это все, ну, смотри, 20 тысяч долларов, сделай, ну, полтора миллиона рублей, фу, да, полтора миллиона рублей, ну, все, это комната или одна, или квартира, там, сколько это, даже в некоторых городах, возьми, сделай, не отобьет, то есть, я тебе еще раз говорю, ни в каком масштабе, ни в каком масштабе, невыгодно, то есть, если ты делаешь большой фильм, вот именно, ну, как бы, широкого масштаба, то есть все равно, грубо говоря, там, говно и не говно, по критериям масштаба, то есть, грубо говоря, если ты делаешь, вот, фильм такой, как типа, что он там сказал, Сталинград, он 60 миллионов долларов, то, наверное, принесет, но, соответственно, и то не факт, то есть, 30, короче, 30, наверное, имеет смысл вкладывать в такой фильм, потому что, вот что-то такое, там, ну, реклама, хуяма, там, по телевидению, ну, оно может себя отбить, то есть, вот, проект такого масштаба, вот, ровно такого масштаба стоит, вот, ровно столько на него можно потратить, соответственно, как-то так, более малобюджетное говно, оно в любом случае не принесет 30 миллионов долларов, в любом случае не принесет, и, соответственно, его нельзя, ну, то есть, потратив там полтора миллиона рублей, допустим, на фильм, в России, ну, блядь, я не знаю, ну, что-то очень охуенное должно быть, чтобы оно принесло обратно хотя бы два миллиона, как, блядь, заработать два миллиона, сука, на фильме, даже если ты полтора потратил, в России, да как, блядь, если люди, маклауды, блядь, бомжи, нахуй, которые будут его скачивать с торрентов, блядь, и у них денег нет, чтобы купить билет, потому что он не работает, не потому что ему платят мало, блядь, грузчикам, видите ли, а потому что он не работает, нихуя, работал бы, тогда можно было бы и грузчикам зарплаты поднимать, если бы, блядь, было просто больше людей в России, которые что-то делают, осмысленное такое, типа, вот предположим, я вот сейчас, допустим, разбогатею на стримах немножко, да, я смогу уже сам, не знаю, поддерживать какие-то, блядь, фильмы там, я не знаю, музло какое-то, сам делать это музло, соответственно, смогу, то есть больше просто, я и так вот, по сути, вот я, то есть, благодаря стримам, благодаря ютубу я поднялся, купил себе и за рум, микрофон, хуэфон и все, я вот сейчас в последнее время вообще просто генерирую контент, не то чтобы он супер охуенно годный, но, соответственно, вот что-то как-то вот потихонечку двигается, да, там трогается, ну вот, блядь, ладно, давайте досмотрим уже его наконец, делать нормальные фильмы, у нас просто не способны на это, понимаешь, вот в чем дело, а, ну да, блядь, ну, может и не способны, ну, в таком случае проблема в том, что, что, фильмы снимают Маклауда в России, то есть вместо того, чтобы прийти и пиздато делать, они прикидываются даунами, не вне желания, дело вне умения, согласен Маклауд, дело не в желании, а вне умения, ты нихуя не умеешь, поэтому ты нищий, к сожалению, но факт, иначе бы сделали нормально, боюсь, что нет, сделали бы нормально, если бы ты заплатил, как будто бы это было нормально, но ты же не заплатишь, ты же нищий, ты бомж, ты не хочешь сам работать, ты не хочешь, то есть, в России вообще в принципе, возможно заработать 80 тысяч? Да, возможно, в месяц, можно 80 заработать? Да, можно, 60 можно, ну можно, не знаю, 40 можно, ну можно, блядь, 40 заработать, можно отдать там 400 рублей за пиздатый фильм, пиздатый фильм российский прям, вот да, вот если охуенный будет, можно же отдать? Ну блядь, наверное, можно, но Маклауд не отдаст, блядь, потому что у него нету нахуй, вон зеленый слоник, блядь, есть, вот кто-то заплатил за зеленый этот самый, за зеленый слоник, дурак майор и так далее сняты нормы, ну вот может быть, я точно ничего не покупал, ну и плюс, да, то есть еще можно вспоминать, что там есть нормальное, но я к вопросу того, что на экспорт оно точно не пойдет, даже, оно, блядь, даже внутри не заходит, даже внутри оно не заходит, потому что, блядь, люди Маклауда ебаные, которые нахуй, ты, блядь, вот видишь соринку в глазу российского кинематографа и, сука, не видишь бревнище, блядь, огромное в тебе самом, типа, вот, какой-то просто, блядь, жалкий, просто, жалкий червячок, который не может заработать, блядь, себе даже, я не знаю, на отдельное жилье, сидит и рассказывает, что, блядь, российский кинематограф говно, у нас кино снимать не умеют, то есть целая индустрия, целая хуево куча людей в России так или иначе занимается кино, там, сериалами, еще какой-то хуйней, да, это просто хуево гора людей, это там, я не знаю, все равно какие-то лучшие из лучших там отбираются, может быть, все равно они чьи-то родственники, хуёстынники, но они работают, они что-то делают, блядь, они что-то делают, в отличие от тебя, они хоть что-то, блядь, делают, и ты считаешь себя вправе заявить, что, бля, вы нихуя не умеете, по сравнению, блядь, с американцами, да ты, блядь, даже нахуй по сравнению с русскими, нихуя не умеешь, чувак, хули ты, блядь, вообще пиздишь, факт, блядь, нормальный сюжет сделали бы, прописали, вот ты и сделай, блядь, долбоеб, ты же сидишь, сука, в бабкиной хате, и, блядь, пиздишь хуйню какую-то, на видос, вместо того, чтобы, блядь, вот пойди, если ты такой умный, иди, блядь, и напиши сценарий, вот ты спрашивал, где много платят, где достойные много платят, вот в кино, блядь, достойные много платят, напиши сценарий охуенный, продай его, блядь, сними сам фильм, пойди попробуй, блядь, какой-нибудь, вот, пожалуйста, 20 тысяч долларов, говорят, сколько, все, найди полтора миллиона, блядь, рублей, купи себе там камеру, хуямеру, найди там чуваков, напиши сценарий, все, сделай, клерки же, блядь, зашли, вот ты, блядь, сам сделай, продавай потом, попробуй нахуй, заработай, на киноиндустрии в России, сделай что-нибудь охуенное, ты же, ты, блядь, не можешь, чувак, ни как американцы, ни как русские, блядь, ни как хованские, ни как никто, ни как я, допустим, если бы я, блядь, сделал, ты не можешь никак, вот за что могут платить много, за хорошему звукорежиссеру в кино, хорошему актеру платят много, хорошему оператору платят много, просто, пожалуйста, любая телевидение, любая, любая профессия, связанная с телевидением, скорее всего, неплохо оплачивается, я так думаю, там, хороший ведущий, хороший какой-нибудь, этот, юрист, тоже, который там, бывает, что частные юристы там в телевидении могут быть, все, что, пожалуйста, на здоровье, и все такое, нормально, показали бы все, это просто позорище, вот тот же Сталинград, это просто позор, но он зашел, окупился вполне, ну вот как-то так, ставьте лайки вверх, подписывайтесь на канал, здесь была только истина, как всегда, час десять на десяти минутную хуйню, блядь, ну короче, ладно, я подумаю еще, значит, маклауда все-таки, надо поднимать ценник, ну, блядь, обидное, просто, что самое обидное, блядь, он же не будет тезис целиком брать, и вот реально адекватно с ним спорит, он вырвет из контекста, блядь, пару фраз, и будет спорить с парой фраз, и нести опять свою тупую хуйню, блядь, то есть пытаться, искать в моих словах, не тезисы, а вот как бы пытаться найти, ну, хоть что-то же он должен был сказать такое, до чего можно доебаться, и вот, блядь, пытаться доебаться-то это, ну, блядь, стыд, позор, говно, дресня, ну, собственно, единственное, что меня радует, что люди все-таки понимают, что я даю действительно ценные какие-то ответы, действительно тезисно разъебываю, и, то есть каждое абсолютно его слово я выслушиваю, беру тезис, и этот тезис, соответственно, опровергаю и разношу, он берет вырванное из контекста говно, и что-то, блядь, какой-то хуйней жалкой занимается, единственное, что меня радует, что мне платят, даже если по 10 рублей за минуту, за то, чтобы я, соответственно, этой хуйней все занимался, ему, соответственно, блядь, ну, разве что ставят лайки, такие же хуесосы, как он, ну и лицензию он, кстати, не показал, он показал какую-то хуйню, он показал не лицензию, то есть там насчет охранника, а удостоверение, и свидетельство какое-то, где лицензия-то, блядь, это не лицензия, еще я, блядь, не показал, что-то непонятное там показал, что это, блядь, такое, действительно, недействительно, в общем, ладно, спасибо, как говорится, всем за просмотр, видос на этом заканчиваем, стрим продолжаем, сейчас я посмотрю, посчитаю, просто, ну если окажется, что-то типа за 200 рублей я два часа хуячил, тогда нет, ребят, это, блядь, дешевле, чем нахуй грузчикам, там платят, соответственно, так нельзя, тогда маклаут у нас все-таки будет, наверное, дороже, ну посмотрим.